Итак, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-канал на Finam.fm, сейчас вторая часть под названием «Бизнес-класс», как всегда в это время. Тему, которую мы будем сегодня обсуждать, интересно и познавательно, что тоже неплохо. Значит, смотрите, эфир мы назвали так «Некоммерческое объединение людей для практичных целей». Вот сразу я с моей гостью, мы тут за эфиром пока обсуждали, два акцента сделал. С одной стороны, «Некоммерческое объединение», с другой стороны, оно имеет, тем не менее, цели практичные. Нет ли здесь парадокса, ну и вообще, каким образом вот это все вяжется, да? Об этом мы как раз в том числе сегодня и поговорим. Представляю гостью студии «Бизнес-класса» Екатерина Антошкина, создательница проекта «Итальян ВИК-фестиваль». Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. Для вас на всякий случай, уважаемые радиослушатели, я напомню. Телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте Екатерину о чем-либо, ну или комментируйте все, что слышите в этой студии. Значит, начинаем мы разговор и вновь, Катя, я прошу прощения, традиционно немножко не по теме вопрос. Сейчас до нашего с вами эфира в этой студии сидели аналитики фондового рынка, такие страшно умные. Я сам их боюсь, честно говоря. А им еще надо вопросы какие-то задавать. Вот, вот, да. Ну так вот, мы говорили о том, что вы, кстати, на фондовом рынке не инвестируете? Вообще нет. Далека от этого, да? Да. Ну, в любом случае, недалека наверняка от того, что происходит с российской валютой. Да, очень беспокоюсь. Особенно в связи с нашим фестивалем, который напрямую работает с Италией. И мы, ну да, я беспокоюсь. Я, правда, совершенно не эксперт в сфере финансов, но по ощущениям я могу сказать, что наша аудитория, которая тоже часто ездит в Европу, тоже очень болезненно эту новость воспринимает. Потому что мы иногда делаем какие-то продукты, связанные с поездками и всем остальным, и мы видим, что они пугают людей в какой-то степени, потому что они боятся, да, что потратится намного больше денег там, чем они планировали. Ну, это логично, да. То есть, смотрите, вы планируете какую-то поездку за границу, да, вот она имеет некий бюджет. Учитывая ослабление национальной валюты против евро в том числе, да, если в Европу, тем более в Италию, да, соответственно, это на круг получится дороже. Ну да. Вот и вся история. Да. И отсюда падение интереса к вашему продукту. Не дай бог, конечно, я постучу по дереву. Не падение интереса, а страшная паника перед общей этой ситуацией. Не, ну паника-то зачем? Что такое паника? Паника — это когда мама родная. Паника — это от незнания, понимаете, людей глобального. Люди в глобальном смысле, это у вас на Финам ФМ все во всем разбираются. Страшное дело. Да-да-да, мы слушаем. Страшное дело. Простая аудитория, она не разбирается в вопросе, от этого очень нервничает, от этого еще больше усугубляет ситуацию. Кать, я с вами согласен. И поэтому, смотрите, у нас с вами эфир сегодня приобретает дополнительные, я бы сказал, значения. Да-да. Мы должны еще и финансовую грамотность некую сегодня с вами озвучить. Ну и я надеюсь, вы со мной согласитесь. Главное, с этой точки зрения, никакой паники не должно быть. Согласна. Никакой паники. Поддержим. Да, тем более у нас в Российской Федерации есть регулятор, это центральный банк, есть Министерство финансов. Там сидят умные люди, боже мой, красивые люди. Они знают, что делают, в конце концов. Этого паники никакой не будет. Но что касается бюджетов, конечно, придется немножко их, видимо, пересмотреть. Где-то подтянуть ремешки. Где-то что-то, лишнюю бутылочку Кьянти, видимо, да? Сажать. Да-да. Да-да. Из меню вычеркнуть. Ну да ладно, давайте Кьянти, собственно, вернемся. Итак, мы говорим сегодня с Катей о ее проекте, итальянском проекте. Если буквально по-русски перевести, это будет итальянский. Ну, журналисты обычно и люди переводят как итальянская неделя. Потому что фактически, да, это сложно перевести на русский язык. Мы придумали английское название, оно такое классное, а на русский переводится похуже. А почему, кстати, английское название надо было придумывать? Ну, это немножко маркетинговая штучка, потому что английские названия, они более поддаются раскрутке, а итальянские слова, если бы мы назвали «Сеттимано Итальяно», не сработало бы, никто не знает. Как прозвучит? «Сеттимано Итальяно». Ну, красиво, но вы не можете понять, о чем это. А мы хотели, чтобы было слово «фестиваль». «Сеттимано Итальяно». Да. Веро хочется добавить. Да. Вот. Ладно, Катя, рассказывайте с самого начала, да, откуда взялась идея, что за проект, в общем. Ну, давайте я вам расскажу. Начали мы эту историю два года назад с моей коллегой Светой Приваловой. Мы очень-очень много ездили в Италию, просто, скажем так, по семейным делам и так далее и тому подобное. То есть у вас там виноградники, что ли, вы за ними? Нет, к сожалению, виноградников нет, но ездить приходилось очень часто, и я еще пиарщик по второй профессии, да, по второй, не знаю, по второй, по первой, да, уже сейчас путаю. Вот. И мне хотелось этот опыт как-то реализовать во что-то. Я начинала думать с фото-выставки, но это банально, потом еще какие-нибудь мастер-классы, это тоже банально. И мы породили эту идею с фестивалем. То есть первый наш фестиваль длился две недели, на нем было 42 мероприятия, его посетило 5000 человек, и мы сделали мастер-классы, лекции, нас поддерживала администрация Эмилия Романи, это регион итальянский. Я хочу уточнить, фестиваль этот в Италии был, правильно? Нет. Мы все наши мероприятия проводим в России, в Москве. То есть наша миссия — это добровольная дипломатия. Это нас тоже так журналист один накрестил, мне жутко понравилось, да. Добровольная дипломатия. Такая народная. То есть мы продвигаем Италию, итальянскую культуру и стиль итальянской жизни как то, что, в принципе, очень хорошо ложится на менталитет москвичей, которые... Мы в основном работаем с Москвой, хотя и в регион тоже ездили уже, как история, которая успокаивает, немножко отвлекает от московской суеты. И, возможно, это один из элементов нашего успеха тоже был, что мы пропагандируем кайф от жизни, что ли, я не знаю. На примере Италии, если так просто сказать. Нет, это нормально. Кать, в связи с этим вопросом. Ну, понятно, вы рассказали, что в Италии оказались вы, да? Да. С Аказией, что называется, по семейным делам. А вот эта история с тем, чтобы москвича, ну, жителя столицы, не суть важна, москвича, который суетится целый день с утра до вечера, стоит в пробках, куда-то бежит все время. О, да. Да, вот, да. Вот его от этого всего отвлечь, да, ему немножко дать расслабиться, кайфануть, как вы правильно сказали. Вот этот кайф он только в Италии бы нашел. Или если бы Аказия свела вас во Францию, или, я не знаю, в Испанию, в Грецию, в Германию, вы все равно бы нашли повод для того, чтобы... Нет, знаете, не каждая страна дает такое ощущение, да, которое позволяет его нести еще с собой в Москве, потом в России. То есть все-таки итальянцы, ну, может быть, и испанцы бы сюда подошли, подошли бы греки. И, в принципе, и Англия бы там подошла бы с точки зрения просто культуры. Но с той стороны, что мы пытаемся передать дух, вообще стиль жизни, научить ему, это, мне кажется, это может сделать только Италия. Да, да, ну, понятно, у вас все-таки, да, с ним особая связь. Смотри, мне показалось, что все-таки здесь ключевым моментом, ну, понятно, что в буквальном смысле мы не можем привести это из Италии, но ключевым моментом, мне показалось, является солнце какое-то. Вот такой образ у меня нарисовался, потому что здесь мы с вами 9 месяцев в тени все время находимся, да, сегодня вот второй день, солнышко с утра, и даже жить хочется уже. Вот я сам лично с утра почувствовал, что совсем как-то все по-другому. А там это практически круглый год. И вот это солнышко сюда, ну, через Кьяньте, через что-то другое, сейчас вы расскажете. И вот он, собственно, в этом и кайф, мне показалось. Согласна, согласна. Когда человек в Москве может вокруг себя построить, благодаря нам, да, часто нашим мероприятиям, атмосферу, приближенную к итальянской, по харизме, по настроению, по еде, просто по уровню общения. Мы все такие добрые, нераздраженные. Как большинство итальянцев, собственно, да? Ну, да, да. То человек просто, ну, он это ловит, эту волну, и хочет на ней оставаться. У нас есть люди, которые за нами, даже когда мы ездили в Самару, в Самару приезжали на фестиваль. И говорили... Из Москвы в Самару поехали? Да, из Москвы, да. Ну, это очень прикольно, потому что, ну, для меня это неожиданно, но это говорит о том, что им нравится. Чтобы вы достигли цели, нет, именно, да, чтобы цель достигли. То есть здесь он был на вашем мероприятии, он кайфанул, собственно, и говорит, я даже в Самару готов поехать, потому что это ощущение непередаваемое. Даже итальянцы к нам ходят. Особенно тоже, если возвращаться к Самаре, там есть просто консул Джангвида Бредо. Он такой очень влиятельный итальянец среди итальянцев в России. Он нас поддерживает, и в Самаре живет 16 итальянцев, и они все ходили на наш фестиваль, потому что для них это была ностальгия. Мы показывали... То есть они как на родину, да, так, краткосрочно на родину вернулись. Кать, сейчас расскажите поподробнее, что вы показывали им, чем вы их удивили, да? Утальянцы сложно удивить. Мы сейчас прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем. Продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема его – некоммерческое объединение людей для практичных целей. И в гостях у меня Екатерина Антошкина, создатель нацепроекта «Итальян Вик Фестиваль». Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Можете позвонить, можете написать. Кстати, есть уже для вас какие-то вопросы здесь в интернете, но мы к ним чуть позже. Давайте вернемся к идее, к основной идее и к способу ее реализации. Чем итальянцев в Самаре-то вы там зажгли? Я считаю, что это была ностальгия по родине, да. Поэтому они дружно посещали все мероприятия. Я думаю, так. Ясно. Ну хорошо, и давайте вернемся к тому, как выглядит непосредственно этот фестиваль. Давайте я вам просто, так как это сложная такая система у нас в итоге выстроилась за два года, я вам кратко объясню, как оно работает. То есть мы начинали как… Мы вообще делали его for fun. У нас не было вообще никаких бизнесовых задач абсолютно. Но после того, как первый проект прогремел, и мы поехали в Самару, нас пригласили, у нас сложилась устойчивая аудитория. Это был как бы первый шаг к тому, чтобы мы собрали вот эту вот группу людей и могли потом говорить, что у нас действительно налажены коммуникации внутри этого сообщества и т.д. и т.п. Катя, а кто эти люди? Есть какой-то социальный срез, может быть? Да, мы смотрели, мы, во-первых, это в основном жители столицы, во-вторых, это люди со средним достатком, мы просто по нашим некоторым мероприятиям можем об этом судить, с адекватным мировоззрением. Те, кто был в Италии, и здесь неважно, они съездили один раз пакетным туром в Риме, или они эксперты в Италии, знают каждый регион. Те, кто разбирается в еде, потому что у нас очень много заточено по кухне. Но мы бы так сказали, что у нас такой не хипстерский в большей степени, а беловоротничковый проект для людей, которые как бы, ну, работают, отдыхают. В общем, для такого, ну, в принципе, чем-то, мне кажется, похоже на вашу целевую аудиторию, вашей радиостанции, какой-то похожая аудитория. И для них мы предлагаем разные сервисы. Мы хотели делать фестиваль сначала каждый год просто, но потом подумали, что за год аудитория забудет, и мы ее потеряем просто. И мы начали проводить другие мероприятия в рамках года. И они тоже привлекали новых-новых-новых-новых людей. То есть мы сначала делали кулинарную школу, делали уроки кулинарные. Потом детские делали мастер-классы, они очень классно всегда проходят. Вообще на итальянскую тему есть очень классное блюдо ньокки. Это мука, картошка, все это смешивается, это надо делать руками. Для детей очень классно. И у нас много мы их провели, хорошо, очень... Хорошо идет. Классно, да. Ну, просто детям очень нравится вот в этом во всем вот возиться и так далее. Потом мы делаем мероприятия интеллектуальные. Они, как правило, не так популярны, как кулинарные. Но мы упорно их продвигаем, потому что я считаю, что без этого, ну, это будет немножко слишком просто, что ли. Ну, то есть хочется, чтобы людей, а не только как бы давать им то, что им нравится, но и немножко их как бы тянуть, показывать им культуру и все остальное. Поэтому вот у нас на последнем фестивале, который буквально в эти выходные был, у нас была, например, лекция про кондотьеров. Это такие средневековые завоеватели, ее тоже читал Джованни Савино, историк один. Вот. Еще мы придумали ярмарки. Это самое, наверное, известное из наших проектов, ярмарки Italian Week. И, в общем, все вот эти проекты параллельно шли в ярмарке каждый месяц, мероприятия там обычно четверг-пятницу, ну, там, с какими-то пропусками в зависимости от, я не знаю, субъективно от нашего настроения, например. И фестиваль каждый год, да. Итого мы уже... Потом мы провели в Самаре, осенью мы провели фестиваль осенний, и сейчас вот мы сделали короткую версию двухдневного фестиваля в Мытищах, потому что у нас как бы накопился контент, и мы, ну, захотели. В общем, мы еще съездите в регион и так далее. Вот. Поэтому теперь это выглядит как непрекращающийся круглый фестиваль об Италии. Феерия, круглогодичный феерия. Да, 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 и мы предлагаем разные сервисы. Более того, мы ввели еще категорию нетуристический туризм. В прошлом году мы первую группу отправили в Италию. Это, кстати, с точки зрения психологии нашей аудитории было очень интересно, потому что у нас была очень насыщенная программа, но в которой, например, допускалось два часа обедать, как положено. Потому что ездили по деревенским таким местам, ни в коем случае не заезжая там ни в какие Флоренции и Римени. И обедали там же. Ну да, все в горах, в маленьких городочках и так далее. И наши гости очень первые несколько дней очень нервничали от этого. Они не могли. Ну некомфортно, конечно, они привыкли к другому. Они привыкли за 15 минут съесть бизнес-ланч и бежать быстрее. А мы пытались их заставить расслабиться. Это было очень прикольно, потому что было понятно, как устроен российский, значит, менталитет. Я вот сейчас опять представил того итальянца, который сидит вальяжно, и вот он попивает там эту третий час уже, да, рюмочку кьянти своего, и вот у него вот это под солнцем. И наш, раз, быстрее, быстрее, куда еще? Да, быстрее, бегом, быстрее, быстрее. Мы тут еще туда должны, сюда должны. Но в конце концов, надо сказать, мы их немножко сломали и как бы перестроили людей, чтобы они действительно начали отдыхать, чтобы они выключили этого менеджера в себе внутри. И начали... Катя, вы страшные люди. Смотрите, предположим, действительно, вам это удалось в Италии, пока вы нахлопали, а потом все эти люди вернулись в Москву. Да, да. Боже мой, что с ними происходит здесь? Они засыпают в пробке, они, я не знаю, идут. Нет, почему? А дальше они просто становятся более должны, хотя бы на какое-то время этого заряда хватает. Они становятся более позитивными людьми, присоединяются к нашему проекту, ходят на наши мероприятия и просто вот и радуются жизни, да. Ну и опять, да, вернулись к тому, да, с чего начали. Вот это и миссия, на самом деле, да, ключевая. Ну правда, но мы и начинали для того, чтобы просто показать страну, показать еду, показать традиции. У нас очень много, у нас практически все мероприятия первое время были бесплатные. Сейчас мы немножко делаем их платными, но очень, не всегда. Вот, то есть первый наш фестиваль был полностью бесплатный. Нам еще все говорили, какие вы странные, нахрен, зачем вы вообще все это делаете? И мы говорили, ну, мы просто получаем удовольствие, нам хочется этим заниматься. Мы тогда нашли много партнеров, которые к нам присоединились, поддерживали, кто чем помогал. Вот, кстати, Кать, смотрите, странные вы и не странные, это дело вкуса, что называется. Я, наоборот, на вашей стороне, мне все нравится то, о чем вы рассказываете. Но, да, если мы говорим все-таки о некой некоммерческом объединении людей, то в какой-то момент понимаем, что для того, чтобы что-то сделать, особенно в нашей нелегкой действительности, все-таки нужно здесь заплатить, здесь заплатить, здесь заплатить. Вы же не будете все это делать из своего кармана, наверняка. Ну да. Тогда я тоже присоединюсь к той группе людей, которые называют вас странными. Ну, смотрите, да, мы в какой-то момент пришли к той ситуации, что те деньги, которые мы вкладывали в проект, он стал настолько большим, что стало уже сложно. То есть изначально все-таки вы на свои деньги все это делали? Ну да, да, да. Стало сложно его тянуть, скажем так. Тут нам на выручку приходили ярмарки, да, которые мы каждое месяц усправно делали, итальянских специалитетов, но в любом случае... То есть там что-то приносило вам, да, ярмарка что-то приносила? Да, да, она какие-то там приносила доходы. Вот. И в конце концов мы сейчас видим фестиваль так, что это... Ну, так вот, как мы назвали, да, тему передачи, что это некоммерческое объединение людей для каких-то практичных целей. То есть к нам в конце концов нас заметили какие-то компании, которые занимаются производством продуктов и всего остального. Ну, понятно. Все, что связано с Италией, да. И они выходят сами к нам. То есть если два года назад мы бились, не могли достучаться не до одной, потому что мы были никто, то теперь они выходят к нам и готовы оказывать нам какую-то поддержку для того, чтобы мы поддерживали их. Ну, то есть прорекламировали или что-то там о них... Да, так как наш бренд сложился таким очень... с очень качественной аудиторией, получается, что мы для нашей аудитории некий знак качества. То есть если как бы мы одобрили, если мы проверили, значит, это хорошо. И таким образом мы можем работать с некоторыми компаниями, да, с сугубо коммерческими структурами, к которым аудитория не будет так лояльно относиться, поскольку, ну, они коммерческие. Ведь все же коммерческие люди, в принципе, в своем не воспринимают. Кать, спасибо. Давайте еще раз прервемся, послушаем рубрику «Вне времени», а потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня в студии Екатерина Антошкина, создатель проекта «Италиан Викфестиваль». Некоммерческое объединение людей для практичных целей. Собственно, об этом мы сегодня говорим с Катей. Телефон студии 651099,6, код города 495. Сайт компании финам.фм. Давайте, вопросики есть здесь в интернете у меня, по крайней мере. Давайте, может, на парочку ответим сразу. Так, пишет нам Андрей. Каким вы видите... Ну, это уже такие под занавес нашего эфира. Вопрос, ваши творческие планы. Какие вы видите фестиваль через полгода-год? Ну, наши творческие планы очень масштабные. Я вот сейчас в деталях не буду рассказывать, потому что мы к ним долгими мыслями приходили. Ну, не нужно, конечно, раскрывать сейчас. Да, но я хочу сказать, что у нас на самом деле грандиозные планы. И мы о них расскажем. Ну, то есть фестиваль немножко видоизменится. И в отличие от первого, вот четвертые, они различаются. Всего четырех было, да? Да, да, да. Мы будем следить за наполнением, и мы станем еще более постоянными, чем теперь. Если кратко сказать. Да, да. Это кратко. Это очень кратко, я бы даже сказал. Более постоянными, чем теперь. Пойди догадайся, о чем речь. А вот так специально. Хорошо. Еще один вопрос от Алексея. Я так понимаю, он бывал на вашем фестивале и говорит, что, может быть, стоит перейти в формат открытого летнего фестиваля в парке. Да, мы очень хотим. Я могу сказать, что первый летний опыт у нас состоится на открытой площадке уже в мае, наверное. Но фестиваль в парке мы продумываем. И, возможно, это произойдет не в этом, а в следующем году. Потому что я лично, как начальник проекта, у меня есть одна фобия. Я очень боюсь, что пойдет сильный дождик, потому что в Москве ужасная погода. И если будет дождь, то мы просто потеряем время, проект и все остальное. А почему? А что, в Италии не идут дожди, что ли? Нет, но в дождь меньше народу приходит в парк. Все это выглядит уныло, грустно. Нужно накрываться тентами. Под зонтиком. Зонтики, да. И, в общем, меня это вгоняет в жуткую тоску. Но если я эту фобию победю, то мы тогда обязательно проведем этот летний фестиваль. Катя, мне показалось забавно. Смотрите, вы говорили, мы затеяли это, но нам так захотелось, да? Как часто это бывает? Ну вот хотим, сделаем, а хотим, не делаем. Вот если я победю фобию, ну сделаем. Как-то очень не по-бизнесовому все это выглядит, да? Да. Катя. Да, немножко. Немножко не по-бизнесовому. Да, мы знаем. Да, это наше... Но мы все равно очень... Мы работаем над собой, да? Да, отличаемся постоянством, стабильностью и любовью аудитории. Поэтому, да. Давай к практичности, к практичности давайте вернемся. Так, некоммерческое объединение вот этих самых, ну извините уж меня, странноватых людей, активность которых зависит от настроения, от, я не знаю, от погоды, от природы. Но тем не менее... Но это все как в Италии, понимаете? Совершенно верно. Мы сами уже такие же стоим. Совершенно верно. Вот. Но тем не менее, в какой-то момент они понимают, да, что все это на таком любительском уровне, да, не проходит. Потому что все стоит денег, их каким-то образом надо зарабатывать. Помимо участия крупных компаний, в чем еще практичность можно обнаружить? Ну, вы знаете, вот модель, которую мы придумали, то есть когда вы одним брендом покрываете несколько историй, мероприятия, разные форматы вообще деятельности, активности, она понравилась еще другим странам. И сейчас мы для одного государства тоже разрабатываем концепцию аналогичного мероприятия и думаем, что если мы договоримся с другим менталитетом обо всех тонкостях, то, в принципе, мы получим прекрасный кейс элементарной масштабируемости этой темы на другую страну. И тогда, ну, я думаю, что, в принципе, наше двухлетнее складывание, да, этого проекта, оно в данном случае это будет некий пик, мне так кажется. Но в любом случае сейчас мы обладаем неким инструментом влияния уже, которым могут пользоваться те компании, которые умные и с нами дружат. Поэтому и умные, да, потому что с нами дружат. Да. Вот эта тема хороша, о масштабировании, по крайней мере, вы заговорили. Действительно, если будет, ну, позитивный пример вот сейчас, да, с этим загадочным государством, то потом, естественно, масштабирование уже дело техники. Вот. Ну, я вообще, кстати, хочу сказать, что мы нашим фестивалем породили какое-то нереальное количество клонов итальянских, не итальянских, но... Здесь, в Москве. Да, мы точно держим первенство, просто поскольку мы и давно, и всегда, хоть вы говорите, мы как бы бессистемно. На самом деле у нас есть некая система, но так как у нас все сложно, надо привыкнуть к нам. Вот. И, в общем-то, работает история. Да, работает. Конкуренция появилась, и, конечно, обидно, наверное, идеи-то изначально ваши все-таки, и кто-то пытается ею воспользоваться. А возможность там запатентовать ее, да, авторские права предъявить. Знаете, вот эту штуку, когда, ну, что я должна патентовать? Проведение мастер-класса, ну, как бы, нереально. Проведение ярмарки, ну, ерунда полная. Поэтому нет необходимости. В Москве живет колоссальное количество вообще людей, и... Всем хватит места. Всем хватит, да, да. И потому что, ну, все знают, что мы как бы круче всех. И хорошо. Так вернемся к масштабированию. И прозвучала замечательная фраза, мне она понравилась, да? Вот в разговоре о новом этом проекте с неким государством. Если мы найдем... Я боюсь за цитату вас подцитировать, я, наверное, не смогу сейчас точно, по крайней мере. Но идея такая, мысль такая у вас была. Если мы найдем взаимопонимание с точки зрения ментальности... С другим менталитетом, да. Вот это проблема всегда? Это не проблема, это нужно привыкнуть. Нужно... Мы вообще много работаем с иностранцами, с итальянцами и так далее. Нужно просто реально прочитать книжку про другой менталитет, прежде чем начать с ней работать. Хорошо, что есть такие книжки. Но вот если ваш классический пример, смотрите. Вы, значит, Италию переносите в Россию, да, в Москву непосредственно. Здесь, насколько я понимаю, не было проблем, да, книжки особенно не понадобилось читать, потому что сами вы россиянка, по разным причинам долго пребывали до этого в Италии. И, собственно, ментальность и российскую, и итальянскую, знаете, изнутри. А здесь, смотрите, вот есть коммерческий... Это уже коммерческий проект, да, масштабирование, коммерческий проект. Вам говорят, ребята, нам то же самое хочется вот в Гондурасе, в далеком каком-то. Вы говорите, я сейчас книжку пролистаю про Гондурас и пойму вашу ментальность. Нет, не так. Все познается в процессе. Вот нельзя, просто нельзя с Гондурасом вести разговор так, как с итальянцем или с русским. Ну, и в данном случае... Ну, это очевидно, но вы же не знаете, вы знаете, как вести с итальянцем. Ну, я не знаю, но это интуитивно, понимаете, я... Опять у нее интуитивно все. Ну, что же такое? Ну, просто, я не знаю, работают какие-то стандартные бизнес-правила. То есть вот не положено, по бизнес-этикету положено так, а так не положено. Вот нужно для начала хотя бы так делать. Но желательно сверить, вот бизнес-этикет вот наш и вот их, он точно правильный, потому что бывают разные казусы, случаются, и поэтому... Нет, нет у меня правила. Есть понимание, что кажется, нужно вот так. Ну, в любом случае, да, пока на ощупь, а потом наверняка эти правила... Да, потом это складывается, так же, как с итальянцами. Они тоже не самые простые люди, когда ты начинаешь с ними вести бизнес. Но если ты понимаешь их основные тезисы, то все становится очень просто. То же самое, то есть ты знаешь, где быть повнимательней, где можно все отдать в руки итальянцам, а где лучше пробдить самой, потому что итальянец просто придет на два часа позже и так далее. И то же самое... Кстати, для него это нормально, да, что на два часа позже? Ну, конечно, ну, что вы. Знаете, иногда мне, когда нужно идти с каким-нибудь итальянцем, не знаю, навстречу в какой-нибудь журнал или куда-нибудь еще, я ему говорю, время на час раньше, тогда мы приходим вовремя, потому что по-другому... Ну, не все, конечно, такие люди. Есть разные, но это есть такая черта, да, ее надо просто принять и полюбить. Опять, да, ментальная особенность такая, да? Кать, смотрите, в этом случае мы говорим, да, о уже практических целях тех самых, о масштабировании бизнеса и предположим, что бизнес-модель все-таки выстроилась какая-то у вас, да? Ну да, я думаю, что да, но видите, у меня все интуитивно и все без терминологии, но я уверена, да, что она выстроилась и, что самое главное, она работает. Вот я... Есть, да, еще время, например? Я просто вспомнила один единственный пример. Я когда-то слушала курс мини-МБА, и там был пример, который мне кажется сейчас подходящим, про голубые океаны и цирк Дю Салей. Это когда кто-то находит что-то гениальное уже в существующей модели. Вот цирк Дю Салей, это голубой океан в... Наверное, сейчас все хихикают, у кого там красные корочки в МВИ, но неважно. Это... Да, согласна. Это пример цирка, который просто переформатирован. Вот наш проект, это тоже проект такого объединения, который кажется, в принципе, ну, объединились люди, любят вместе Италию. Ничего особенно, кстати, не делают. Да, да, да. Опять возвращаемся. Мастер-класс, готовим вместе. Вот я сейчас читаю детский уголок, лекция, боже мой, ну, это что, ноу-хау какие-то, что ли? Да, то есть, но при этом все подано и собрано так, что воспринимается как нечто новое. Кать, подождите, у меня слюна потекла. Я не был, к сожалению, пока, да, на ваших фестивалях еще. А как вот в принципе, если можно, ну, не поминутно, а как выглядят мероприятия? Вот мы... Ну, они... Нет, они выглядят... Ну, как выглядят все мероприятия? Ну, вот мы собираемся там, к 10 утра все приехали, нарядные, наверное, да? Да. Дресс-код есть какой-то? Нет. Почему? Нет. Все должны быть в итальянских... В чем там, в итальянских? Флажки везде висят. Нет, ну, все мероприятия наши выглядят по-разному. Это зависит от места, где мы проводим, от того, что... Ну, какое-нибудь, вот расскажите о каком-нибудь. Ну, не знаю, вот последний, например, был. Мы проводили в торговом центре, то есть, это... Там все суперсовременное, блестящее в плитке. Мы украшали площадку итальянской символикой. Это, кстати, очень важно, хотя кажется, что это уже заезженная тема, но вот без флажков никуда, без триколора. А что, вот в данной ситуации, что эти флажки решают? То есть, я понимаю, что это... Это самое простое. Или это создает какой-то дополнительный эмоциональный, я не знаю, настрой, потому что флажки, это всегда... Это самое простое. Я вспоминаю детство, извините. Советское далекое детство. И непередаваемый эмоциональный подъем в день демонстрации 1 мая, ну, 6 ноября там было. Нет, у нас все не так. Это не представляете. Вот вы это все у школы собирали, нас там в колонну выстраивали, ну, все с шариками, все вот с этими флажками, с какими-то. И вот это так, прям до слез. Ну, вот праздник, да. То есть, такая же задача решается, да? Праздник и идентификация, да, страны сразу. Мы зонируем пространство, где-то ставим место для лекций, да, которые мы упорно проводим, где-то для кулинарного мастер-класса, где-то проходит ярмарка, какие-то игровые зоны. Ну, то есть мы огораживаем... А все это одновременно? Ну, то, что можно делать одновременно, делается одновременно. Раньше мы делали лекции одновременно, разнося их по разным точкам, но поняли, что плохо, потому что люди ругаются, они хотят сразу на все и не могут разорваться. И мы теперь делаем одну за другой лекции просто для людей. Хотя так-то можно было больше программу понапихать всего. Слово лекция, конечно, напрягает, наверное, нет? Не знаю, мне нормально от слова лекция. Ну, может, она лекцией называется, а выглядит, может, как-то... Они все... Это... Феерично. Сейчас еще раз новости послушаем. Новости. Ну, что ж, друзья мои, продолжим наш эфир с Екатериной Антошкиной, создателем проекта Italian Vic Festival. Некоммерческое объединение людей для практичных целей. Собственно, на практичности мы как раз остановились, уходя на последние новости. И я хочу попросить Катю все-таки продолжить рассказ, как же это фееричное мероприятие происходит. Так, смотрите, давайте тоже к практичным целям... А, подождите, я на флажках же остановилась. В общем, мы зонируем пространство, и таким образом каждый наш партнер может показать себя нашей лояльной аудиторией. И мы, в конце концов, приходим к схеме, которая выстрадана двумя годами, сложно устроена, но крайне эффективно работает, когда... Слово «выстрадан» меня сейчас прям... Ну, да, знаете, как тяжело, например, делать двухнедельный фестиваль и не спать за эти две недели ни разу больше двух часов за день. Это тяжело. Да, поэтому в некоторых моментах выстрадана физическим трудом тяжелым. То есть когда каждый получает то, что нужно, от готовой лояльной аудитории. И в таком случае, если говорить о модели и возвращаться к теме практичности, я уверена, что вот эта история, она не только масштабируется на любые страны, но при наличии должного объема терпения, задора и желания... Какие-то нематериальные вещи вы все время перечисляете. Терпение, задора, желания. Нет, ну потому что это самое главное. Денег при наличии денег, при наличии профессиональных сотрудников. Нет, при наличии денег это недостаточно. Недостаточно наличия денег, понимаете? Вы никаким наличием денег не заставите людей не спать вообще неделями, чтобы они там, чтобы у них система заработала. Поэтому задор, желание, да, и немножко денег. И такая модель позволяет компаниям, ну это, конечно, в основном B2C рынки, никак не B2B, продвигать свои бизнесы и свои истории суперэффективно и нестандартно, скажем так. И мы, ну, мы, например, как некий такой бренд покрывающий, который может охватить разные компании, да, но по идее любая компания может сформировать свое какое-то подобное, подобную историю и выходить с ней на рынок и просто делать конкурентов. Есть такая большая хитрость, я её, я всегда про неё говорю, потому что мы, мы в целом мы не коммерческая история, понимаете? Мы сделали, наверное, 80 бесплатных мероприятий, и мы реально очень много делаем за идею, это факт. И когда вы очень много делаете за идею, вас начинает очень любить пресса, например, СМИ. И когда вы, как компания, спонсируете некий, ну, не спонсируете, а организовываете, да, в данном случае более корректное слово, организовываете сложно сочинённую историю, в которой большими буквами написано «это всё для вас, аудитория, нам ничего за это не надо», тогда вы получаете лояльную аудиторию, лояльные СМИ и лояльную, ну, и, в общем, эффект. И этот проект, он ложится на это очень удобно. Хотя кажется, что это сложно. Ну, это не кажется, это и наверняка сложно. Ну да, да. Ну да, тут действительно нужно только обладать терпением и настойчивостью, потому что нужно идти вперёд, 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 вперёд и так далее. Смотрите, мне показалось всё-таки не очень убедительным вот эта ваша фраза о том, что, ну, то, что у вас есть терпение, то есть у вас есть задор, энтузиазм и прочие нематериальные, как я уже сказал, вещи, это очевидно и слава богу. Но при этом, чтобы завладеть этой самой аудиторией, чтобы сделать её лояльной, да, вы говорите, большими буквами написано «нам от вас ничего надо». Ну, это же неправда, вы же нигде ничего не пишете по этому поводу. Но, тем не менее, люди должны как-то понять, что вы исключительно энтузиасты. Откуда я знаю? Нужно так выстраивать коммуникации с аудиторией, чтобы она это понимала. Нужно так выстраивать мероприятия, нужно так выстраивать свою стратегию по этому проекту, чтобы это было очевидно. Ну, и чтобы это было на самом деле так, понимаете? То есть аудитория должна быть в данном проекте всегда только в плюсе. От аудитории ничего никогда не нужно. И задача — доставить аудитории удовольствие, кайф, сделать отдых в Италии в пределах Москвы, как мы часто говорим, Италия в Москве и так далее. А задача организаторов уже как бы на более верхнем уровне всё это так выстроить, чтобы остались счастливы и организаторы, и компании, и аудитория. Но если как бы в данном случае компания делает это сама, что-то, да, какие-то сложные сочинённые проекты, то нужно просто очень аккуратно и не кондово это делать, и всё. Опять, да, я не теми категориями. Да-да, Катя, всё о своём, всё о своём. Я уняла, по-вашему взгляду. Кать, смотрите, хорошо. Дело непростое, это очевидно. Всё-таки в какой-то момент, наверное, да, хочется кому-то и за помощью обратиться, если есть такая возможность. Мне показалось вполне логичным, что, если уж идёт речь о некой народной дипломатии, я себе записал, это мне тоже понравилось, народной дипломатии, то уж как минимум представители итальянской диаспоры, как это правильно называть, да, должны быть в этом заинтересованы, в продвижении собственной итальянской культуры. Вот вы к ним обращаетесь, или они вас через какое-то время нашли, и оказывают ли они, на мой взгляд, вполне логичную помощь вам? Ну, смотрите, начнём с того, что у итальянцев жуткий кризис, да, как это всем известно, в Италии, в Европе, в Италии кризис. Серьёзно? Да. Денег нет, ничего нет, но, смотрите, я вот знала, что вы этот вопрос зададите, и нас знает, следит за нами и ценит посольство, но не спонсирует. Журналисты нас знают, следят за нами, рынок нас тоже знает, бдит. Итальянская диаспора, часть итальянских компаний с нами дружит, нам помогает, когда может, когда нам нужно, чем может, скажем так. Часть итальянских компаний, естественно, у которых поменьше, у которых действительно какие-то кризисные моменты, да, ну, что же делать. Вот, но есть, как я уже сказала, Джангвидо Бреддо, это консул в Самарской области, но это человек, который очень много нам помог и с контактами, и с поддержками, и с сферой влияния нас тоже. Вот, здесь я могу сказать, да, что помощь была не материальная, но более ценная. А он, кстати, тоже энтузиаст с этой точки зрения? Или вот эти 15 итальянцев ностальгировали, которые со слезами на глазах? Они вам могли ведь тоже помогать, именно потому, что вы вот их на секунду вернули на далекую родину, да? Он тоже энтузиаст, он... То есть он не решает стратегических задач, никакой, да? Он хочет... Итальянцы часто нам, даже в частном порядке, да, мы находим каких-то историков, вот как последний был, Джованни Савино. Они хотят с нами быть, потому что, ну, им классно, что мы так любим их страну, и они нам готовы помогать. По крайней мере, вот эта вот сеть итальянских экспатов, которая между ними существует, она как бы нам в данном случае нас принимает, и мы всегда можем обращаться за помощью, ведь нам организовывая итальянские мероприятия, у нас почти все уроки ведут итальянцы, почти все мероприятия делают итальянцы. То есть, и так как итальянец устроен, они не принимают ничего извне, и если ты не знаешь кого-то изнутри диаспоры, это невозможно практически сделать, то в данном случае... Катя, если можно, я не совсем понял, что такое не принимают ничего извне? Ну, то есть, если ты не итальянец в Москве, и что-то хочет от этого, да, да, то, соответственно, итальянцы нам... То есть, на него надо выйти через кого-то, да? Да, через тоже итальянцы, да, и таким образом у нас выстроилась хорошая сеть, собственно, хагентов влияния, да. Итальянцы, сеть итальянцев. За эфиром мы обмолвились с вами, вот я хотел бы для наших слушателей процитировать. Это одно из ваших мероприятий, и, собственно, сценарий его проведения. Один из пунктов мне понравился. Знакомство с вином. Что такое знакомство с вином, Катя? Лекцию нам прочитал, да, русский парень, его зовут Иван Беров. Он хороший эксперт по вину. Знаете, какой он делал эту лекцию? Очень классный. Вы приходите, например, в магазин, смотрите перед собой, там, 500 выложено бутылок, и вообще не понимаете, о чем они, что там написано, как. И он на этой лекции рассказывал, как по бутылке определить... Не по этикетке, а по бутылке. По бутылке, по этикетке, по упаковке, по всем вот, ну, то есть, по всем элементам бутылки, да. Определить, потому что итальянские вина, там есть док, док-джи, джи-ти, разные категории, но этого часто недостаточно. Вы разбираетесь в итальянских винах? Ну, не так, как эксперт, но, наверное, лучше, чем простой, не погруженный в тему пользователь. Ну, как минимум, вы знаете три вот этих док-док-джи. Да, я знаю три слова, да. Вот, и это была очень классная лекция, которая прошла, к сожалению, без дегустации, да, потому что законы новые, суровые. Вот, и очень полезная. То есть, после неё человек приходит в магазин и уже понимает, что это не просто там бутылка с какой-то этикеткой, что она что-то передаёт. Вообще, я сторонник таких мероприятий, которые объясняют. Мы делаем, например, лекции дегустации про сыры, лекции дегустации по мясным продуктам, потому что ведь никто, как итальянцы, так не контролирует качество своих продуктов. Из-за того, что у них там только 150 лет назад объединилась страна, в каждом регионе свои особенности, своя еда, своё всё разное. И разбираться в этом, кроме того, что это большой фан и отдых, это просто круто, потому что вы начинаете понимать, что вот это вот, то, что в наших супермаркетах продаётся под видом Пармиджано-Реджано лучше нет. А где взять хороший, надо знать. Ну и так далее. Ну и людям тоже нравится, понимаете, блеснуть в обществе потом знанием дорогих сыров. Как вот эти три слова я запишу сейчас. И GT, док. И GT, док. И док-джи. И док-джи. Да. Ну то есть, если вы, в принципе, я могу вам объяснить. Катя, у нас мало времени, давайте 30 секунд осталось, под занавес уже, да, что-то расскажите нашим слушателям. Ну присоединяйтесь к нашему фестивалю, ходите на наши мероприятия и любите Италию и радуйтесь жизни. Не будьте злючками. Ну давайте вот, да, оставим как раз в качестве, я не знаю, там последнего, да, такого заключительного, заключительной фразы. Любите жизнь, да, не будьте злючками. Да, да. Любите жизнь. Спасибо, Катя. Спасибо. Екатерина Антошкина, создатель проекта Italian Week Festival, была сегодня в бизнес-классе. Спасибо, Катя. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. До свидания.